МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России и Нинецком округе оперативный штаб о борьбе с COVID-19 рекомендует жителям округа, пребывающим из-за его пределов, сдать тест на коронавирусную инфекцию. Компенсировать затраты на предупреждение распространения коронавирусной инфекции окружные предприятия и организации могут за счет средств Фонда социального страхования. С учетом непростой ситуации с наполнением доходной части окружного бюджета парламентарии предложили администрации округа провести анализ штатной численности сотрудников и сократить имеющиеся вакансии в бюджетных и казенных учреждениях органов госвласти. Превышение допустимой скорости, несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу и пьянство за рулем. Именно по этой причине чаще всего гибнут водители и пассажиры на окружных дорогах. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах России и Нинецком автономном округе оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рекомендует жителям округа, пребывающим из-за его пределов, сдать тест на коронавирусную инфекцию. Такое решение было принято 7 октября на заседании регионального оперштаба. Решение носит рекомендательный характер. Помимо введения рекомендательной нормы по прохождению лабораторного ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции для всех граждан, прибывающих на территорию Нинецкого округа с территории иных субъектов, принято решение о введении рекомендательной нормы по ограничению посещения мест с массовым пребыванием для граждан старше 65 лет. Также гражданам старшего возраста рекомендуется посещать магазины, аптеки и прочие заведения в утренние часы, когда основная часть населения находится на работе и существует меньший риск передачи инфекции. Еще одно решение касается выездных мероприятий. В регионе временно ограничат отправку за пределы региона организованных групп, спортивных команд, творческих коллективов и делегаций, а также максимально ограничат служебные командировки сотрудников и работников подведомственных учреждений. На территории региона сохраняется действие масочного режима, введенного 20 сентября. Использование средств индивидуальной защиты, масок, респираторов при нахождении в организациях розничной торговли, общественном транспорте и такси в медицинских и аптечных организациях обязательно. За последние сутки в регионе выявлены еще два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала этой недели COVID-19 заболели 6 человек. Эпидемия прогрессирует. На сегодняшний день в округе лечатся в стационаре и лабораторно 13 человек. 170 находятся на самоизоляции на дому. Расходы окружной казны составили 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Таковы официальные данные на 1 октября 2020 года. Исполнение бюджета Ненинского округа за 9 месяцев текущего года обсудили на заседании депутатской комиссии по экономической политике окружного собрания. На 1 октября доходы окружного бюджета составили 14,8 миллиардов рублей. Расходы 16,7 миллиардов рублей. Дефицит 1 миллиард 800 миллионов рублей. Если сравнивать 9 месяцев предыдущего года, то есть 19-го, и этого, то идет снижение доходной части на миллиард 300. Снижение происходит по основным. Это по проекту Харягинское месторождение и налога на прибыль. Основная причина – низкая стоимость нефти. Наибольшую долю в структуре доходов занимает налог на имущество – 33%. Безвозмездное поступление составили 4,6 миллиардов рублей. В основном это федеральные средства на строительство автодороги Нарьин-Марусинск. В этом году стоит отметить, что налог на имущество увеличен практически на 530 миллионов. Это во многом благодаря тому, что была проведена качественная, хорошая работа налоговой службы. В расходной части бюджет остается социально направленным. В структуре исполнения расходов наибольшую долю занимают затраты на национальную экономику – 35%. Образование – 21%. На социальную политику направлено – 15%. Жилищно-коммунальное хозяйство – 9%. И здравоохранение – 7%. Бюджетные инвестиции составляют 3,8 миллиардов рублей. Основная доля приходится на автодорогу Нарьин-Марусинск в сумме – 3 миллиарда рублей. На долевое участие в строительстве и приобретении жилых помещений выделено 317 миллионов рублей. На строительство школы номер 3 ушло 217 миллионов. Почти 118 миллионов рублей затрачено на строительство и ремонт автодорог. Когда мы принимали бюджет на этот год, мы знали, что не в полном объеме заложены субсидии по возмещению коммунальных услуг. Не в полном объеме заложена перевозка авиапредприятий, субсидии авиапредприятий. Поэтому депутаты на самом деле задавали вопрос, что же будет, как мы будем это исполнять, понимая, что не хватит у нас средств. Значит, одно из решений – это, конечно же, получение кредитов, над чем сейчас работает администрация. Потому что нам надо рассчитываться с ресурсоснабжающими предприятиями. Там также работают люди, которые должны получать заработную плату. Кроме того, наличие кредиторской задолженности перед Нарьенмарским объединенным авиаотрядом за вылеты санрейсов. Депутаты предложили администрации округа обсудить с компаниями-недропользователями финансирование полетов санавиации, выполняемых к работникам на месторождение. С учетом непростой ситуации с наполнением доходной части окружного бюджета, парламентарии предложили администрации округа провести анализ штатной численности сотрудников и сократить имеющиеся вакансии в бюджетных и казенных учреждениях органов госвласти. Рекомендовано также продолжить работу по привлечению средств из федерального бюджета. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. С начала года на дорогах Нарьенмара и Заполярного района произошло 27 дорожных происшествий, в которых погибли четверо и пострадали 25 человек. Всего за 9 месяцев с начала года зарегистрировано 355 ДТП. Такие данные озвучил начальник окружной инспекции по безопасности дорожного движения Леонид Николаев. Тему продолжит Александра Литкова. Превышение допустимой скорости, несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу и пьянство за рулем. Именно по этим причинам чаще всего гибнут водители и пассажиры на окружных дорогах. 16 человек были задержаны за неоднократную езду в алкогольном опьянении, причем уже не имея прав. Также 23 водителя были задержаны трезвыми, но лишенными прав на управление автомобилем. А у 128 человек прав и вовсе никогда не было. Самое большое количество происшествий у нас по итогам 9 месяцев произошли на территории города Нарьенмар. Всего было на территории округа. На территории столицы округа зависли 14 происшествий, в которых у нас погиб один человек и 13 получили ранения. На территории Заполярного района зарегистрировано 13 происшествий, в которых 3 человека погибли и ранены 12 человек. В самом районном центре поселка Искатель у нас зарегистрировано всего одно дорожное происшествие за 9 месяцев. Одно. Остальные все 12 происшествий у нас зарегистрированы на территории муниципального образования, в тундровой зоне и на ледовой глади реки и озер на территории Заполярного района. Впрочем, спасти не одну жизнь мог бы ремень безопасности. Все трое погибших в ДТП не были пристегнуты и вылетели из автомобилей при опрокидывании. В ходе рейдов с начала года дорожной инспекцией были оштрафованы 522 человека с непристегнутым ремнем. Что касается детского травматизма на дорогах, то количество происшествий с участием несовершеннолетних возросло. На сегодняшний день у нас с 27 происшествиях 5 ДТП у нас произошли с участием несовершеннолетних. Я имею ввиду, это несовершеннолетние дети до 16 лет. 5 детей пострадали у нас в 5 происшествиях. Дети у нас пострадали в 3 случаях в качестве пешеходов. Это наезды на пешеходов у нас произошли. В одном случае это наезд на велосипедистку у нас произошел. И один факт у нас зафиксирован. Это произошло весной опрокидывание по дороге на Красное, где пассажирка несовершеннолетняя получила травмы. Как отметили в окружной госавтоинспекции, самыми аварийными днями недели считаются суббота и воскресенье. Кроме того, за отчетный период госавтоинспекции в ходе ежедневного надзора пресечено более 13 тысяч административных правонарушений. В том числе при помощи комплексов фото- и видеофиксации. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Окружные организации и предприятия получили возможность вернуть часть страховых взносов ранее уплаченных в фонд социального страхования на приобретение средств защиты для своих работников от коронавирусной инфекции. Заявки принимались до 1 октября. Подробнее расскажет Александра Литкова. Компенсировать затраты на предупреждение распространения коронавирусной инфекции окружные предприятия и организации могут за счет средств фонда социального страхования в рамках программы по сокращению производственного травматизма. Программа включает в себя целый комплекс мер, в том числе приобретение защитных средств и прохождение медосмотров сотрудниками. В этом году мы тоже подали заявку, нам выделили 217 тысяч рублей, но их мы потратили на прохождение медосмотров сотрудников. Что касается коронавирусной инфекции, в общем предприятие затратило 693 тысяч рублей на маски, респираторы, одноразовые перчатки, детсредства и так далее, термометры. В принципе, покрыть решили мы только прохождение медосмотра на эту сумму. Согласно законодательству, подать заявки на участие в программе нужно было до 1 октября. В этом году, в июне, был подписан приказ 365-Н, который внес изменения в этот приказ 580-й. 365-Н действует до конца 2020 года. Он определил ряд дополнительных мероприятий. Это мероприятия, связанные с профилактикой COVID. То есть, было включено дополнительно 5 мероприятий, а также продлена дата приема заявлений, подачи заявлений страхователям в фонд социального страхования. Если по 580-му и ранее это было 1 августа, то было продлено до 1 октября. На возмещение затрат, связанных с производственным травматизмом, в фонд социального страхования Ненецкого округа обратились 77 организаций. 27 из них подали заявки на финансовое обеспечение в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Сколько же организаций учли в своих мероприятиях, вот мероприятия, связанные с реализацией по предупреждению новой коронавирусной инфекции. Это 27 страхователей. Они включили в свои планы и в свои расходы такие мероприятия, как приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, приобретение дезинфицирующих салфеток и дезинфицирующих кожных антисептиков, приобретение воздухочистителей и приобретение средств для бесконтактного контроля температуры. На рассмотрение заявок отводится 10 рабочих дней, после чего будет принято положительное или отрицательное решение. На сегодняшний день 14 организациям выплаты одобрены, 4-м отказано. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такой похожий и в то же время такой своеобразный Ямал – полуостров, омываемый Карским морем. Он расположен всего в нескольких сотнях километров от Нарьинмара, но расположен уже в другом часовом поясе. В рамках федерального проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможности» для журналистов страны организовали пресс-тур по Ямало-Ненецкому автономному округу. В соседний регион отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алины Ваучейской. Никольская и съезжая башни, дом воеводы, кузница и храм в честь иконы Пресвятой Богородицы. Уникальный исторический комплекс построен без единого гвоздя. Вся территория Острога в точности, как много лет назад, обнесена чистоколом. Это одна из главных достопримечательностей столицы Ямало-Ненецкого округа – Абдорский Острог. Именно отсюда берет начало история основания города Салихарда. Именно на этом месте располагалось одно из первых русских поселений, основанных на территории Сибири. Острог был заложен казаками Березовского воеводы приблизительно в 1595 году. Спустя полвека здесь появилась Абдорская застава, которую впоследствии стали называть Абдорской крепостью. Она представляла собой небольшой четырехугольник, огороженный стоячим дыном с двумя смотровыми и двумя проезжими башнями. Московский журналист Андрей Щегольков в этих краях впервые и очень впечатлен. Никогда не был. Для меня это первый раз очень далеко от Москвы и вообще от каких-то центральных регионов. Поэтому пока что все очень удивляет. Ну что больше всего удивляет? Небо. Оно ближе к земле и создается вообще удивительное какое-то ощущение того, что ты в другом пространстве находишься относительно. На территории комплекса воссоздана и настоящая кузница, как и положено с очагом горном и наковальней. Здесь можно проводить практически любую работу. Плавить металл и заливать его в форму, закалять и штамповать металл. Нравится заниматься ковкой, с детьми заниматься. Ну, так все, поделки делаем, то есть получается, нравится. А детишкам тоже нравится? Да, конечно. Много занимается детей? Восемь человек ходит. Танцы с бубнами и песни на ненецком языке – неотъемлемая часть церемонии пересечения полярного круга. Салихард, кстати, единственный город планеты Земля, расположенный на 66-й параллели. Существует даже поверье, если, минуя условную линию, загадать желание, оно обязательно сбудется. Это атмосфера, когда люди идут в хороводе всегда, что в русской культуре, что в другом народе, заряжает энергией и заставляет верить, что все сбудется так, как ты хочешь. Следующая локация пресс-тура – оленеводческое стойбище в Приуральском районе. Оно расположено недалеко от Салихарда. Здесь гостей встречают, как и положено, с таинствами и обрядами. Знакомство с Ямал-Ире, ямальским Дедом Морозом, окуривание можжевеловым дымом, обряд очищения и, конечно, мастер-класс по национальным видам спорта. Организовали для журналистов и посещение Краеведческого музея имени Шимановского. Именно здесь представлены останки древних мамонтов. Вот, например, знаменитая находка оленевода Юрия Худи. Детеныш мамонта был обнаружен 14 мая 2007 года на берегу реки Юрюбей. В ее верхнем течении. Предварительное изучение ямальской находки специалистами Салихардского музея и зоологического института Российской академии наук показало, что это самка. Юрий Худи назвал мамонтенка Любой. Возраст находки оценивается от 37 до 41 тысячи лет. Следующая локация, куда направились участники пресс-тура – Салихардский рыбоперерабатывающий завод. Это крупнейшее предприятие по глубокой переработке рыбы в северной части России. Здесь ведется производство продуктов из сеговых пород рыб, а также из щуки, налима и ерша. Мощности завода позволяют обрабатывать в год более 3 тысяч тонн сырья и выпускать 3 миллиона банок консервов. Причем здесь организована производственная линия полного цикла. Часть сырья для производства, кстати, поступает с другого завода – рыбоводного. Он расположен на левом берегу Аби в поселке Харп. Порядка 10 гектаров для выращивания мальков с сеговых пород рыб. Это единственный на арктическом побережье современный рыбоводный завод. Правда, бассейны сейчас пустуют. Икра здесь появится только в ноябре, а вот уже весной мальков выпустят в реки Обертышского бассейна. Оснащен завод, что говорится, по последнему слову техники. Здесь расположено 685 инкубаторов и 180 бассейнов. Разведение мальков – основная миссия предприятия. Только в 2020 году отсюда в Обертышский бассейн было выпущено 20 миллионов экземпляров Чира и Муксуна. Процесс происходит следующим образом. То есть мы сначала заготавливаем икру от производителей, в течение полугода инкубируем. После инкубации у нас из икры появляется личинка, из которой мы уже выращиваем малька необходимой навески. Ну и дальше уже происходит выпуск в среду обитания. Если мы выпускаем, соответственно, в обе, это уже является местом обитания этих видов. Она мигрирует в обскую губу. Ну, а, соответственно, в весенне-летний период рыба из обской губы поднимается на нагул в реку Оби. Помимо разведения мальков, здесь еще и выращивают форель для дальнейшей реализации. То есть, помимо искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, завод позволяет поставлять на прилавки магазинов и в рестораны относительно недорогую рыбу. Примечательно, что построено предприятие при поддержке компаний-недропользователей. Алина Волучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Ямало-Ненецкий автономный округ. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.